Алексей, Александр, ты — айронмен! Приключения — это всегда интересное, увлекательное, спортивное путешествие. Ведь чтобы принять участие в «Айронмен», нужно было выбрать страну с подходящим стартом, продумать логистику и полететь участвовать. Довольно-таки хлопотливое мероприятие и не всем желающим доступное. Но свершилось. Теперь Беквредин не едет участвовать в гонке «Айронмен». Это «Айронмен» приехал к нам в страну. 1 августа впервые в России состоялись международные соревнования серии «Айронмен». В сегодняшнем ролике мы вспомним самые яркие моменты из путешествия YouTube-канала «Беквредин» по стартам этой серии и, естественно, расскажем об эмоциях на первом в России старте, на котором нам довелось побывать. Цели у всех одинаковые были, потому что я был жирный, и я очень захотел быстро похудеть. Я готов был вписываться в любую спортивную движуху, либо не сбавлять темпы похудения. Я поставил перед собой цель пробежать марафон, а после этого прям сразу нашелся друг, который сказал, а не хочешь попробовать триатлон? Я сказал, не-не-не, это очень сложно. Он сказал, ничего сложного, я сейчас тебе все покажу. И привел меня в триатлон, и это было уже неизбежно. Далее было приглашение Димы приехать в спортивный лагерь, на Майорку. В этом лагере существует традиция, по окончанию этого лагеря есть старт. Айронмен, половинка на Майорке. У всех есть слоты, и все участвуют. Кубиты тоже. И я купил, вообще не задумываясь, что я покупаю. Первый старт был Майорка. Причем я точно помню, что я очень хотел сделать именно Айронмен, потому что вокруг этого бренда есть какая-то прям магия. То есть вот с точки зрения маркетинга, его запаковали настолько круто, что всем хочется почему-то, ну мне в частности, хотелось сделать именно Айронмен. Первые впечатления от старта? Я думаю, что я впервые в жизни понял, что такое выживать. Потому что на плавании и на велосипеде ты еще не знаешь, на самом деле финишируешь ты или нет, ну потому что могут быть какие-то технические сложности. На плавательном этапе хотел сойти, потому что был скусан медузами и получил в лицо ногой. На велоэтапе наверху у меня отстегнулись колени, потому что я не смог дальше крутить без боли, танденит. А когда уже выходишь на бег, ты понимаешь, что все, ты уже пешком, бегом, ну хоть как-то ты точно уже финишируешь. Я помню вот этот момент, что я прям добегал, доделал свой бег, понимая, с мурашками на коже, понимая, что все, я уже финишер, я точно пересеку финишную черту. И просто, когда я это сделал, я был самым счастливым человеком на земле. Это было просто невероятно. Канал Бегвредин появился тогда, когда я сделал полный айронмен, а Леха только готовился к полному айрону, он сделал только половинку. И мы на этой волне подготовки и волны незнания того, что же ждет Лешу на старте, на старте айронмен, начали пилить видосики, потому что это была часть тренировочного процесса. И, конечно, триатлон это просто неотъемлемо, это ДНК нашего канала. Мне кажется, что он появился благодаря тому, что мы не собирались делать канал Бегвредин. Мы лишь просто хотели записывать видосики во время длительных тренировок, потому что это тупо скучно. Конечно же, там всему виной триатлон, потому что мы, в принципе, я вот сколько помню, первые два года мы не воспринимали бег как отдельную дисциплину. Это всегда была часть триатлона. Триатлон на самом деле это ДНК нашего канала, просто потому что все началось именно с триатлона. Не было бы триатлона, мне кажется, не было бы и канала, поэтому, что говорить. Циклические виды спорта это как некое логическое продолжение того, что мы делали, но в общем и целом триатлон это просто основа. Ну а в феврале 2019 года к нашей команде присоединился Таш. И он особо не хотел участвовать в триатлоне, но мы его подбили. Результатом стала поездка на айронмен в Маракеш. Долго рассказывать не буду, как меня уговаривали Леша и Саша заняться триатлоном. Ну хорошо, это была там долго продуманная операция, и она сработала. И вообще вопросов не было относительно того, какой должен быть первый старый. Естественно, айронмен. Но это как первая любовь. Впечатления были двойственные. С одной стороны, я впервые смог сделать три вида спорта вместе. Там была довольно-таки сложная трасса. Но с другой стороны, это был кошмар. Вода, логистика, вот эти летающие велосипеды. И вообще, в общем, все, жара, было все такое. Как вы понимаете, старты айронмен, это и есть та скрепа, благодаря которой и появился ютуб-канал Бегвредин. И вот на прошлой неделе мы упаковали эту самую скрепу и отправились с ней на первый в России айронмен 73 Санкт-Петербург. Миссии у нас были разные. Таш стартовал, а мы ввели беспрецедентную прямую трансляцию с этой гонки для мегафона. Ведь любое крупное спортивное мероприятие без подобных вещей не обходится. А еще мегафон сделал опцию железно-самую быстро у безлимитного интернета на тарифной линейке без переплат. Потому что ты хотел смотреть трансляцию праздника в режиме реального времени. Потому что ты хотел следить за проходением дистанции своих близких по интернет-трекеру. Потому что ты хотел делиться своими эмоциями в соцсетях во время и после соревнований. И все это у тебя получилось. Мы сейчас подходим к транзитке. Транзитка номер 2. А здесь дают велосипеды. Выглядит она очень красиво. Она находится прямо четко перед собой уравленной. Александр, расскажи что-нибудь в камеру. В транзитку нужно поставить свой велосипед и проверить, что все лежит на своих местах. Самое главное что? Это педалики. Педалики. Проверить, что педалики на месте. Потому что педалики, они там с компьютером внутри, с батареечкой. И вот если потеряешь, то будет больно. Так, здесь располагается транзитка вторая. Первая, да? Первая? Первая. Видите, вот здесь вот мешочки висят. Красные мешочки это бег. Синие мешочки это велосипед. Что это значит, мы вам потом объясним. Да, это называется поиска. Поиска. И что ли? Какую функцию она выполняет? На биге. На первого, да, будет вести. И на ней, когда старт, на ней зажмется время первого стартующего. Потом, когда он пойдет на велоэтап, она пойдет первая, метров за сто. Ее будет видно. Она проедет один круг, съездит заезда и будет ждать уже на набережной Макарова. На второй круг уже не пойдет. А как она синхронизирует время? Какой специальный датчик стоит или что? Нет, это со старта. Когда общий старт будет, мы просто нажмем здесь и все. Место старта. Кстати, помимо идеи с отсечкой временной на плавание, очень крутая идея связана с брифингом. Я вот не знаю, это локальная идея или это вообще глобальная сейчас в связи с ковид-ситуацией. И Iron Man делает такие вот залупленные видео. Залупленные, залупленные. В моменте сесть и посмотреть, нам подрать 20 минут и получить информацию по брифингу. То есть это не во время, тебя зовут, просто всех забирают и говорят, что неудобно. Это правда очень удобно. Смотри, вот, ребята, пришли все. Вот, сейчас получат всю необходимую информацию на старте. Друзья, святая святых. Это транзитка. Здесь хранятся мешки. Мешки с обувью, с причиналами для бегового этапа и для велосипедового этапа. Синий для велика, красный. Красный, это значит красивый. А белый где? Белый, это элегантность. Мероприятие, это нужно наклеить наклейки на шлем, на велосипед и на лоб. Смотри, если не ровно наклеишь, поедешь так же. А он всегда не ровно? Не всегда. В общем, сейчас утро, мы доехали по южной дороге до... До северной? До северной. Да, до северной. И сейчас пойдем вдоль глибного канала. Все перекрыто. Автомобилисты недовольны, триатлонисты довольны. Должен обязательно показать место, место выхода триатлонцев из воды. Это будет находиться, собственно говоря, старт идет вот оттуда. Эти понтоны, там люди выходят из воды и пытаются бежать. Бежать в транзитке по этой вот красной дорожке. Это ли не чудо и прекрасно? Триатлонцы идут на старт. Они сосредоточены. Никто не шутит, не кочевряжется. Просто молча идут выигрывать. Парень показывает триатлонистам, где выход из воды. Это самый-самый интересный момент. Центрацию. Начинается череда стартов. Сначала старт этапа Кубка России по триатлону на средней дистанции среди атлетов категории элита. Мужчины, потом стартуют женщины. Ну а следом роллинг-старт всех остальных атлетов. Самая ответственная позиция. Дать старт. Фактически. Дать напутствие спортсменам. Ну что ж, ваше аплодисменты, дорогие друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы это видите? Вы видите, они прямо в воду прыгают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты потратишь призовые? Ты что, легко куплю велик? Велик? Да. Какой? Не знаю, быстрый. Быстрый как ты? Еще быстрее. Мы тебе желаем победить. А я на вас подписан. Спасибо! Да! Первая транзитная зона – самая ответственная. Во-первых, нужно стянуть с себя мокрый гидрокостюм, сложить его в мешок и надеть на себя все, что нужно на велоэтапе. Очки, шлем, кто-то надевает носки на мокрые ноги. Также нельзя забыть захватить питание, если вы не прикрепили его заранее на велосипед. И напомню, что длина этой транзитки – 600 метров, то есть из воды до шатра бежать несколько минут. Блин, кажется, я впервые в своей жизни нахожусь во время соревнований в полной транзитке велосипедов. Это вообще неслыханно. Я обычно последний просто позываю. В режиме никого нет. Бабушка велосипед, дедушка. Вот. И мой там в том дальнем углу стоит. Вот. А здесь сейчас все красиво. Прям просто потрясающе. Да? Потрясающе? Потрясающе? Потрясающе! 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 Дело в том, что мы хотели бы узнать, сколько слов за целое мероприятие ты произносишь. 113 миллионов. 113 миллионов. 113 миллионов – это примерно столько, сколько люди получают эндорфинов от участия в «Айронмене». Сколько стартов ты уже провел? Примерно 113 тысяч. 113 тысяч! 113 тысяч он провел. Ровно столько люди получают удовольствие, видят улыбок на каждом старте «Айронмен». Как ты оцениваешь, в принципе, организацию? Кажется ли тебе, что это сделано по высшему уровню? Мне остается только верить Гордону, в данном случае, голосу «Айронмен», который проводит эти соревнования по всему миру. Он говорит, у нас все круто, у нас все вообще лучше, чем он мог себя представить. Это выход из транзитки. Люди после велоэтапа одевают кроссовки и начинают бежать. Бежать 21 километр. Фактически люди, убегая оттуда, понимают, что уже все самое страшное позади, потому что в воде их мог покусить морской дьявол. На велоэтапе они могли подскользнуться, проколоть колесо, порвать цепь. На беге уже ничего не случится, кроме если только у вас хватит легочной эмболии. А как-то усталость на крыло. Да. Как вы оцениваете организацию? Я испытал весь спектр эмоций от того, что исторический старт, мой тренер занимает, вот он вбегает в финишный створ, он рвет ленту, он весь в конфетти. Я понимаю, что это просто, ну, как бы этот момент, который просто, ну, должен войти в историю. И это мой тренер. Я радовался невероятно. Но когда вот эта ошибка вскрылась, да, ошибка, ну... Ну, я не первый, если честно. Вот эта проблема, связанная с rolling start и gun time. Rolling start – это когда все стартуют в разное время, с интервалом в 5 секунд, и считается чистое время. А gun time – это тогда, когда стартуют все одномоментно, и тот, кто первый прибежал на финиш, является победителем. Так вот эта вот ошибка, связанная с тем, что любители считали по rolling start, она, конечно, меня просто дезориентировала, я чуть расстроился. Но с другой стороны, Дэн был вторым. Вот, это тоже неплохо. Вот, а за Илью, который занял первое место, я очень рад. Поэтому я сильно расстроился, сильно расстроился. Вот, но я его воспринял как победителя, потому что на финише мы его встретили именно как победителя. Вас финишеры приветствуют на красной ковровой дорожке. Это почетно. Все волонтеры должны прийти на красную дорожку. И это фактически заключительный человек, заключительный атлет, которого будут чествовать. Быть последним, это тоже круто. Я чувствую волнение. Это почетно, это по умолчанию. Все люди, кто помогал делать конкурс, все здесь. Все встречают последнего финишера. Да, все говорят, блядь, наконец-то ты пришел. Как сказал Гордон, это все про финишную черту. То есть плевать, первый или последний, это all about finish line. Сейчас супер-супер ответственная задача встретить последнего финишера. Мы просто все испытываем сейчас волнение. Я не могу объяснить почему, но... Поэтому добро пожаловать на красную ковровую дорожку. Почетно быть на Ironman не только первым, но и последним. Друзья и джентльмены, here we go. Рейс номер 6.18. This is Ekaterina. Come on, make some money! Евгения Улхина. Заппите пункт домашних сил. Давай, на воротной земле. Ну что ж, пересекает линию финиш и получает заслуженный приз. Браво, Евгения! Скажи, пожалуйста, твои ощущения от каждого этапа? Я выбегаю, короче, на дорогу, а там лев. Я, значит, достаю копье и убиваю. И поехал дальше, перевожу. Здесь я должен умереть. Или умер. Офигительный старт. Санкт-Петербург лучший город на земле! Нет, подожди, смотри, мы сейчас про триатлон. Вас поздравляем, спасибо, что приехали к нам в город. Спасибо, но я отсюда. А я из Москвы, все наоборот получается. Спасибо, что приехали в наш город. Врывается Таш Саркися! Молодец! Что ты чувствуешь, когда приезжаешь в Ереван? Приблизительно то же самое. Скажи, пожалуйста, кто сильнее, Спайдермен или Бэтмен? Конечно, Бэтмен. Ты сегодня стартовал? Да. Тебе понравилось? Очень. Все понравилось? Можно уходить?